Страшная месть Еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем, и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки сперешляя поле, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Есаула, Данила Брульбаш, с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор, с молодою женою Катериной и с годовым сыном. Дивились все гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукней и сподницей с голубого полутобенику, сапогам с серебряными подковами. Но еще больше дебились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он в Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывший так долго в чужой земле? Там все не так, и люди не те, и церквей христовых нет. Но он не приехал. Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами, и на немалом блюде каравай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрытки и бубны. Между тем молодицы и девчата, утерши сшитыми платками, выступали снова из рядов своих, А парубки, схватившись с боки, гордо озирались на стороны, готовы были понестись им навстречу, Как старый Исаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от тесного схимника, старца Борфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебру, ни золото, Но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, Исаул готовился сказать короткую молитву, как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, А вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди их казака. Кто он такой, никто не знал, но уже он протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось, нос вырос и наклонился на сторону. Вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье. Изо рта выдержал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак-старик. «Это он! Это он!» — кричали в толпе, тесно прижавшись друг к другу. Колдун показался снова, кричали матери, хватая на руки детей своих. Величавый Исановита выступил вперед Исаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы, «Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места!» И, зашипев, исчелкнув, как волк зубами, пропал чудный старик. Пошли, пошли, и зашумели, как море в непогоду, толкие речи между народом. «Что это за колдун?» — спрашивали молодые и небывалые люди. «Беда будет!» — говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью Исаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и, наверное, никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку меду И немало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули, девчата молодицы, лихое казачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, Поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело во свояси. Много осталось ночевать у Исаула на широком дворе, А еще больше казачества. Заснула сама непрошенная под лавками на полу. Возле коня близ хлеба, где пошатнулась с хмеля казацкая голова, Там и лежит, и храпит на весь киев. Тихо светит по всему миру. То месяц показался из-за горы. Будто дамаскою дорогою, И белую, как снег кисеёю, Покрыл он гористый берег Днепра, И тень ушла еще далее к чащу сосен. А середи Днепра плыл дуб, Сидят впереди два хлопца, Черные казацкие шапки на бекрень, И под веслами, как будто от огни в огонь, Летят брызги во все стороны. Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, Как уже ходят по украйне ксензы И перекрещивают казацкий народ в католиков, Ни о том, как два дни билось при соленом озере Орда. Как им петь? Как говорить про лихие дела? Пан их Данила призадумался, И рука в кармазинном жупана опустился из дуба И черпает воду. Пан их Катерина тихо колышет дитя И не сводит с него очей, А на засланную полотном нарядную сукню Серую пылью валится вода. Любо глянуть середины Днепра на высокие горы, На широкие луга, на зеленые леса. Горы тени горы, подошвы у них нет, Внизу их, как и вверху, острые вершины, И под ними, и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса, То волосы, поросшие на косматой голове лесного деда, Под нею в воде моется борода, И под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга не луга, То зеленый пояс, Перепоясавший посередине круглое небо, И в верхней половине, и в нижней половине Прогуливается месяц. Не глядит пан Данила по сторонам, Глядит он на молодую жену свою. Шо моя молодая жена? Моя золотая Катерина вдалась в печаль. Я не в печаль вдалася, пан мой, Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, шо он родился таким страшным, И никто из детей с измола не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно говорят, Шо будто ему все чудилось, Шо все смеются над ним, Встретится ли под темный вечер С каким-нибудь человеком. И ему тот час показывалось, Шо он открывает рот и выскаливает зубы, И на другой день Находили мертвым того человека. Мне чудно, Мне страшно было, Когда я слушала эти рассказы, Говорила Катерина, вынимая платок, И вытирая им лицо спавшего на руках детяти, На платке были вышиты ею красным шелком Листья и ягоды. Пан Данила ни слова И стал поглядывать на темную сторону, Где далеко из-за леса чернял земляной вал, А из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины, Левая рука гладила молодецкие усы. Не так еще страшно, шо колдун, — говорил он, Как страшно то, шо он недобрый гость. Шо ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, шо хотят ляхи строить какую-то крепость, Шо бы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда. Я разметаю чертовское гнездо, Если только пронесется слух, Шо у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, Так шо и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, Он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол. Если у него водится золото, Мы сейчас будем плыть мимо крестов. Это кладбище. Тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку в сатане. С душою и ободранными жопанами. Если ж у него точно есть золото, То мяшкать нечего теперь. Не всегда на войне можно добыть. Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, Так сурово глядишь. Очи твои так угрюмо надвинулись бровями. Молчи, баба, — сердцем сказал Данила. С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку. Тут обратился он к одному из грибцов, Который, выколотивший своей люльке горячую золу, Стал перекладывать ее в люльку своего пана. Пугает меня колдуном, — продолжал пан Данила. Казак, слава богу, ни чертей, ни ксензов не боится. Много было бы проку, если б мы стали слушаться жену. Не так ли, хлопцы? Наша жена люлька да острая сабля. Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду, А ветер дергал воду рябью, И весь Днепр серебрился, как волчья шерсть, среди ночи. Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище. Ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет между ними, Ни трава не зеленеет. Только месяц греет их с небесной вышины. Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь, — сказал пан Данила, Обратясь к грибцам своим. Мы слышим крики. И, кажется, с той стороны, — Разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зашатался И тихо поднялся из нее Высохший мертвец. Борода до пояса. На пальцах когти длинные, Еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него И покривилось. Страшную муку, видно, черпел он. Душно мне. Душно. Простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его будто нож царапал сердце. И мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест. И опять вышел мертвец. Еще страшнее. Еще выше прежнего. Весь зарос. Борода по колено. Еще длиннее костяные когти. Еще дичь закричал он. Душно мне. И ушел под землю. Выжатнулся третий крест. Поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости Поднялись высоко над землею. Борода по самой пяты. Пальцы с длинными когтями Вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, Как будто хотел достать месяца. И закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить ему желтые кости. Дитя, спавшее на руках у Катерины, Вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Крепцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало, как не бывало. Однако с долгих лопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Борольбаш на молодую жену, Которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, Прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб. Не пугайся, Катерина. Уляди. Ничего нет, — говорил он, указывая по сторонам. Эту колдун хочет устрашить людей, Чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим. Дай сюда на руки меня сына. При всем слове поднял пан Данила своего сына вверх И поднес к губам. — Шо, Иван, ты не боишься колдунов? — Нет, — говори, тятя, — я козак. Полно же перестань плакать. Домой приедем, приедем домой. Мать накормит кашей, Положит тебя спать в люльку, Запоет люли, люли, люли. Люли, сынку, люли. Да вырастай, вырастай в забаву, Казачеству на славу. В уроженькам в расправу. Слушай, Катерина, Мне кажется, шо отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал увремый, суровый, как будто сердится, Но недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за казацкую волю, Не покачал на руках детяти. Сперва было я ему хотел поверить, Все, шо лежит на сердце, да не берет шо-то, И речь заикнулась. Нет, у него не казацкое сердце. Казацкие сердца, когда встретятся, Где, как не выбьются из груди друг другу навстречу. Шо, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, стыцко, дам выложенную бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головой у татарина. Весь его снаряд достался мне. Одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай. Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь. Возьми его, Катерина. Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля, То дедовские хоромы пана Данила, За ними еще гора, А там уже и поле, А там хоть сто берст пройди, Не сыщешь ни одного казака. Хутор пана Данила Между двумя горами В узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы, Хата на вид, как и у простых казаков, И в ней одна светлица. Но есть где поместиться там и ему, И жене его, И старой прислужнице, И десятиотборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки, Густо на них стоят миски, Горшки для трапезы, Есть между ними и кубки серебряные, И чарки, оправленные в золото, Дарственные, добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, Сабли, пищали, копья, Волею и неволею перешляни От татар, турок и ляхов. Немало зато и вызубрены, Глядя на них, Пан Данила как будто по значкам Припоминал свои схватки. Под стеною внизу Дубовые гладкие вытесанные лавки, Возле них, перед лежанкой, Висит на веревках, Продетых в кольцо, Привинченное к потолку, Люлька, во всей светлице Пол гладко убитый И смазанный глиною. На лавках спит с женой У пан Данила. На лежанке старая прислужница, В люльке тешится И убаюкивается малое дитя. На полу покотом Ночуют молодцы. Но казаку лучше спать На гладкой земле При вольном небе. Ему ни пуховик, И ни перина нужна. Он мастит себе под голову Свежее сено И вольно протягивается на траве. Ему весело, Проснувшись в середине ночи, Взглянуть на высокое, Засеянное звездами небо И вздрогнуть от ночного холода, Принесшего свежесть Казацким косточкам. Потягиваясь и бормоча Сквозь сон, Закуривает он люльку И закутывается крепче В теплый кожух. Не рано проснулся Брульбаш После вчерашнего веселья И, проснувшись, Сел в углу на лавке И начал наточивать новую, Вымененную им турецкую саблю. А пани Катерина Принялась вышивать золотом Шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, Рассержен, нахмурен, Заморскую люльку в зубах Приступил к дочке И сурово стал бы спрашивать ее, Что за причина, Томуша, Так поздно воротилась она домой. Про эти дела, тесть, Не ее, а меня спрашивать. Не жена, А муж отвечает. У нас уже так водится, Не погневайся, Говорил Данила, Не оставляя своего дела. Может, в иных неверных землях Этого не бывает, Я не знаю. Краска выступила На суровом лице тестя И очи дико блеснули. Кому ж, как не отцу, Смотреть за своей дочкой? Ну, я тебя спрашиваю, Где таскался до поздней ночи? А вот это дело, дорогой тесть, На это я тебе скажу, Шо я давно уже вышел Из тех, кого бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках И саблю острую. Еще кое шо умею. Умею никому и ответа не давать В том шо делаю. Я вижу, Данила, Я знаю, Ты желаешь ссоры. Кто скрывается у того, Верно, но у меня доброе дело. Думай себе, шо хочешь, Сказал Данила. Думаю, и я себе. Слава Богу, Ни в одном еще бесчестном деле не был. Всегда стоял за веру Православную и отчизну. Не так, как иные бродяги Таскаются, Бог знает где, Когда православные бьются насмерть, А после нагрянут, Убирать не ими засеянное жито. На луниатов даже не похожи. Не заглянут в Божью церковь. Таких бы нужно допросить Порядком, где они таскаются. — Э, козак, Знаешь ли ты, Я плохо стреляю. Всего за сто сожжен пуля Моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски Мельче круп, из которых варят кашу. — Я готов, — сказал пан Данила, Бойко перекрестивший воздух саблею, Как будто знал, на что ее выточил. — Данила! — закричала громко Катерина, Ухвативши его за руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, Погляди, на кого ты поднимаешь руку. — Батько, твои волосы белы, как снег, А ты разгорелся, как неразумный хлопец. — Жена! — крикнул грозно пан Данила. — Ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело. Сабли страшно, сбукнули, Железо рубило железо, И искрами, будто пылью, Обсыпали себя казаки. С плачем ушла Катерина В особую светлицу, Кинулась в постель и закрыла уши, Чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились казаки, Чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, Как проходили звуки. Нет, не вытерплю, не вытерплю. Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела, Может, теперь изнемогает мой милый, А я лежу здесь, и вся бледная, Едва переводя дух, вошла в хату. Ровно и страшно бились казаки, Ни тот, ни другой не одолевают. Вот наступает Катеринен отец, Поддается пан Данила, Наступает пан Данила, Поддается суровый отец, И опять наравне кипят, Размахнулись, сях, Сапли звенят, И гремя отлетели в сторону клинки. «Благодарю тебя, Боже!» — сказала Катерина, И вскрикнула снова, когда увидела, Что казаки взялись за мушкеты, Поправили кремни, взвели курки. Выстрелил пан Данила. Но не попал, нацелился отец, Он стар, он видит не так зорко, Как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел. Пошатнулся пан Данила. «Алая кровь!» — выкрасила левая рука в казацком жубана. «Нет!» — загричал он. «Я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая, атаман! Висит у меня на стене турецкий пистолет. Еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай со стеной, старый товарищ! Похожи другу услугу!» Данила протянул руку. «Данила!» — закричал его отчаяния, Схвативши его за руки и бросившись ему в ноги Катерина. «Не за себя молю! Мне один конец! Та недостойная жена, которая живет после своего мужа! Днепр холодный! Днепр будет мне могилою! Но погляди на сына, Данила! Погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, Биться за волю и веру, Пить и гулять по-казацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой. Гляди, как он отворачивает лицо свое! О, я теперь знаю тебя! Ты зверя, не человек! У тебя волчье сердце, А душа лукавая гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, Что в твоем каменном теле Человечье чувство горит. Безумно же я обманулась! Тебе это радость принесет! Твои кости станут танцевать В робе с веселья, Когда услышат, Как несчастные ляки Кинут в пламя твоего сына! Когда сын твой будет кричать Под ножами и окропом! О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать И раздувать шапкой огонь, Взвихрившись под ним! Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иван! Я поцелую тебя! Нет, дитя мое, Никто не тронет волоска твоего, Ты вырастешь на славу отчизны, Как вихрь будешь ты летать перед казаками С бархатной шапочкой на голове С острую саблей в руке! Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами! Шо сделал перед тобою неправо? Винюсь! Шо ж ты не даешь руки? Говорил Данила отцу Катерины, Который стоял на одном месте, Не выражая на лице своем Ни гнева, ни примирения «Отец!» Скричала Катерина, Обняв и поцеловав его «Не будь неумолим! Прости, Данила! Он не огорчит больше тебя!» «Для тебя только, моя дочь, прощаю!» Отвечал он, поцеловав ее И блеснув странно очами Катерина немного вздрогнула Чуден показался ей поцелуй Из странных блеска чей Она облаготелась на стол На котором перевязывал Раненую свою руку пан Данила Передумывая, что худо И не по-казацки сделал Просивши прощения Не будучи ни в чем виноват Блеснул день Но не солнечный Небо хмурилось И тонкий дождь сеялся На поля, на леса На широкий Днепр Проснулась пани Катерина Но нерадостно Очи заплаканы И вся она смутна и неспокойна Муж мой милый Муж дорогой Чудный мне сон снился Какой сон, моя любимая Пани Катерина Снилось мне Чудно, право, и так живо Будто наяву Снилось мне Что отец мой Есть тот самый урод Которого мы видели У Исаула Но прошу тебя Не верь сну Каких глупостей Не привидится Будто я стояла Перед ним Дрожала вся Боялась И от каждого слова Его стонали Мои жилы Если б ты слышал Что он говорил Что же он говорил Моя золотая Катерина Говорил Ты посмотри на меня Катерина Я хорош Люди напрасно Говорят, что я дурин Я буду тебе Славным мужем Посмотри Как я поглядываю Очами Тут навело На меня Огненные очи Я вскрикнула И пробудилась Да Сны много Говорят правды Однако Знаешь ли ты Что за корою Не так спокойно Чуть ли не ляхи Стали выглядывать Снова Мне Горобец Прислал Сказать Чтобы я не спал Напрасно Только он Заботится Я и без того Не сплю Хлопцы мои В эту ночь Срубили Двенадцать Засеков Посполитство Будем угощать Свинцовыми Сливами А шляхти Чипы Танцуют От ботагов А отец Знает об этом Сидит у меня На шее Твой отец Я до сих пор Разгадать его Не могу Много Верно он Грехов Наделал Чужой земле Шо ж В самом деле За причина Живет Около Месяца И хоть бы Раз Развеселился Как добрый Кузак Не захотел Выпить Меду Слышишь Катерина Не захотел Меду Выпить Который я Вытрусил У берестовских Жидов Эй хлопец Крикнул Пан Данила Беги Малый В погреб Да принеси Жидовского Меду Орелки Католики Даже Патки До водки Одни Только Турки Не пьют Шосточко Много Хлебнул Меду В подвале Попробовал Только Пан Лжо Собачий Сын Видишь Как мухи Напали На усы Я По глазам Вижу Что Хватил С пол Ведра Эх Казаки Что За Лихой Народ Все Готов Товарищу А Хмельное Высушит Сам Я Пан Екатерина Что Давно Уже Был Пьян А Вот Давно А В прошедшей Не бойся Не бойся Больше Кружки Не Выпью А Вот И Турецкий Гумин Влазит В дверь Проговорил Он Сквозь Зубы Увидя Нагнувшегося Чтобы Войти В дверь Тестя А Что Это Моя Дочь Сказал Отец Снимая С головы Шапку И поправив Пояс На котором Висела Сабля С чудными Каменьями Солнце Уже Высоко А У тебя Обед Не Готов Готов Обед Пан Отец Сейчас Поставим Вынимай Горшок За лужками Сказала Пан Екатерина Старая Прислужница Обтиравшей Деревянную Посуду Стой Лучше Я Сама Войну Продолжала Екатерина А ты Позови Хлопцев Все Сели На полу В кружок Против Покута Пан Отец По левую Руку Пан Данила По правую Руку Пан Екатерина И десять Наивернейших Молодцев Синих И желтых Жупанах Не Люблю Я Этих Волушек Сказал Пан Отец Немного Поевший Положивший Ложку Никакого Вкуса Нет Знаю Шо тебе Лучше Жидовская Лапша Подумал Про себя Данила Отчего Житесь Продолжал Он Слух Ты говоришь Шо вкуса Нет Волушках Худо Сделаны Шо ли Моя Катерина Так Так Делает Галушки Шо И Гетьману Редко Достается Есть Такие Обрезать Ими Нечего Это Христианское Кушанье Все Святые Люди И угодники Божии Едали Галушки Ни Слова Отец Замолчал И Пан Данила Подали Жареного Кабана С капустой И Сливами Я Не Люблю Свинины Сказал Катеринин Отец Выгребая Ложкою Капусту Для Чего Ж Не Любить Свинины Сказал Данила Одни Турки И Жиды Не Едят Свинины Еще Суровее Нахмурился Отец Только Одну Лымишку С молоком Ел Старый Отец И Потянул Вместо Водки Из Фляжки Бывшую У него В пазухе Какую-то Черную Воду А Обедавший Заснул Данила Молодецким Сном И Проснулся Только Около Вечера Сел И Стал Писать Листы В Казацкое Войско А Пан Екатерина Начала Качать Ногой Люльку Сидя На Лежанке Сидит Пан Данила Глядит Левым Глазом Написание А Правым В Окошко А Из Окошка Далеко Блестят Горы Днепр За Днепром Синеют Леса Велькает Сверху Прояснившееся Ночное Небо Но Недалеким Небом И Несиним Лесом Любуется Пан Данила Глядит Он На Выдавшийся Мыс На Котором Чернел Старый Замок Ему Почудилось Будто Блеснуло В замке Огнем Музенькое Окошко Но Все Тихо Это Верно Показалось Ему Слышно Только Как Глухо Шумит Внизу Днепр Из Трех Сторон Один За Другим Отдаются Удары Мгновенно Пробудившихся Волн Он Не Бунтует Он Как Старик Борчит И Ропщ Ему Все Немило Все Переменилось Около Него Тихо Враждует Он С Прибрежными Горами Лесами Лугами И Несет На Нью Жалобу В Черное Море Вот По Широкому Днепру Зачерняла Лодка И В замке Снова Как будто Блеснуло Что-то Потихоньку Свистнул Данила И Выбежал На Свист Верный Хлопец Бери С Тыцко С 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 Но Вот Почудился Шорох Врульбаш Верным С 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 — Сказал Пан Данила. — Шосточко, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло. — Да, верно, не в другое место Пан Данила, иначе мы бы видели его на другой стороне, но он пропал около замка. — Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь докроется. — Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек, не так он и делал все, как православный. Уже мелькнули Пан Данила и его верный хлопец на выдавшемся берегу, а вот уже их не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их, и верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят казаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, видно, есть ход. Но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки. — Шо я думаю, — долго сказал Пан Данила, увидя перед окном высокий дуб. — Стой тут, малый. Я полезу на дуб, с него прямо можно глядеть в окошко. Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не изменела, и, ухватясь за ветвью, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевший носок возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит. В комнате и свечи не отосветит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное. Такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком зад и вперед мелькают ниты пыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот и творилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он. Это честь. Пан Данила опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе. Сдернул со стола скатерть, и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего, блядно-золотого, переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы. Пан Данила стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жукана. Вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки. За поясом пистолеты, на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся нерусскую и непольскую грамотую. Глянул в лицо, и лицо стало переменяться. Нос вытянулся и повиснул над губами. Род в минуту раздался до ушей. Зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у Исаула. «Правдив сон твой, Катерина!» — подумал Брульбаш. Колдун стал прохаживаться вокруг стола. Знаки стали быстрее переменяться на стене. Они тупыри залетали сильнее вниз и в берег, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно белькая темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле, тот он стал щупать себя за усы не спит ли, что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня. Висят на стене его татарские и турецкие сабли, около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь. На столе хлеб и соль, висит люлька, но вместо образов выглядывают страшные лица. На лежанке, на сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако веяло посреди хаты. И чудится пану Даниле, что облако, то не облако, что то стоит женщина. Только из чего она? Из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает? И не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки. Вот она как-то пошевелила прозрачную головою своею. Тихо светятся ее бледно-глубые очи. Волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман. Губы бледно олеют, будто сквозь белопрозрачное утреннее небо льется, и два приметный алый свет зари. Брови слабо темнеют. «Ах, это Катерина!» Тут почувствовал Данила, что члены у него оковались. Он силился говорить, но губы шевелились без звука. Неподвижно стоял колдун на своем месте. «Где ты была?» — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала. «О, зачем ты меня вызвал?» — простонала она. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зеленый душист тот лук, где я играла в детстве, и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород. О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголовливала меня, целовала в устой щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу. «Отец!» Тут она вверила в колдуна бледные очи. «Зачем ты зарезал, мать мою?» Грозно колдун погрозил пальцем. «Разве я тебя просил говорить про это?» И воздушная красавица задрожала. «Где теперь пани твоя?» «Пани моя Катерина теперь заснула, а я и обрадовалась, тому вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я все стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?» «Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера?» Спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать. «Помню, помню. Но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина, она многого не знает из того, что знает душа ее». «Это Катерина душа», подумал пан Данила, но все еще не смел пошевелиться. «Покайся, отец. Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?» «Ты опять за старое», «Грозно прервал колдун. Я поставлю на своем. Я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня». «Ох, ты чудовище, а не отец мой, простонала она. Нет, не будет, по-твоему. Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее. Но один только Бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда, Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решиться на богопротивное дело. Отец, близок, страшный суд, если б ты не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу, если бы муж мой не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятву преступных и неверных душ. Тут вперела она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данила, и недвижно остановилась. Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? закричал колдун. Воздух мне Екатерина задрожала, но уже пан Данила был давно на земле и пробирался своим верным стыцком в свои горы. Страшно! Страшно! Говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в казацком сердце. И скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали казаки, кроме одного сидевшего настороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами. «Как хорошо ты сделал, что разбудил меня!» Говорил Катерина, протирая очи шитым рукавом свои сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед ней у мужа. «Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя!» «Ох! Мне казалось, что я умираю!» «Какой же сон! Уж не этот ли?» И стал брульбаш рассказывать жене своей все им виденное. «Ты как это узнал, мой муж?» спросила, изумевшись Катерина. «Но нет!» «Многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь!» «Нет!» «Мне не снилось, бать отцу бил мать мою!» «Ни мертвецов, ничего не виделось мне!» «Нет, Данила!» «Ты не так рассказываешь!» «Ах, как страшен, отец мой!» «И неидиво, что тебе многое не виделось!» «Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа!» «Знаешь ли, что отец твой антихрист?» «Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев, тогда еще я держал руку этого неверного народа, мне говорил Игумен Братского монастыря, он же на святой человек, что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека, а душа гуляет по своей воле, когда заснет он и летает вместе с архангелами около божьей светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе, я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем. — Данило, — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, — я ли виновата в чем перед тобою? Я ли изменила тебя, мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Неверно разве служила тебе? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался на веселе с молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына? — Не плать, Катерина. Я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоем. — Нет! Не называй его отцом моим. Он не отец мне. Бог — свидетель. Я отрекаюсь от него. Отрекаюсь от отца. Он антихрист. Бог — отступник. Пропадай он, тони он, не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы, не подам воды напиться ему. Ты у меня, отец мой. В глубоком подвале у пана Данила за тремя замками сидит колдун, закован в железной цепи. А подали над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за быкопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун. Им судья Бог. Сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной русской земли, продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун. Думы черные, как ночь у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет. Это еще милость, когда сварят его живого в котле и растерут с него грешную кожу. Угрюм колдун поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом. Только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремет цепями подвелся он к окну. Поглядеть не пройдет ли его дочь. Она кратка, непомято злобно, как голубка, не умилосердится или над отцом. Но никого нет. Внизу бежит дорога, по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр, ему ни до кого нет дела. Он бушует, и уныло слышать колоднику однозвучный шум его. Вот кто-то показался по дороге. Это казак. И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается. Развивается зеленый контуш. Горит на голове золотой кораблик. Это она. Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко. Катерина! Дочь! Умилосердись! Подай милостыню! Она нема. Она не хочет слушать. Она и глаз не наведет на тюрьму. И уже прошла. Уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун? День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер. Свежо. Где-то мочит вол. Откуда-то набиваются звуки. Верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится. Под Днепру мелькает лодка. Кому нужда до колодника? Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина. Дочь, Христа ради. И свирепые волченят, они станут рвать свою мать. Дочь, хотя взгляни на преступного отца своего. Она не слушает и идет. Дочь, ради несчастной матери. Она остановилась. Приди принять последнее мое слово. Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью. Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери? Катерина, мне близок конец. Я знаю, меня твой муж хочет привязать кобыль ему хвосту и пустить пополю. А может, еще страшнейшую выдумает казнь. Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее. Никто не станет просить за тебя. Катерина, меня не казнь страшит, но муки на том свете. Ты невинна, Катерина. Душа твоя будет летать в раю около Бога. А душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном и никогда не угаснет тот огонь. Все сильнее и сильнее будет он разгораться. И ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет. Этой казни я невластно умолить, сказала Катерина, отвернувшись. Катерина, постой на одно слово. Ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще. Как добрый милосердь Бог. Слышала ли ты про апостола Павла? Какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым. Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу, сказала Катерина. Мне ли слабой женщине об этом подумать? Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаясь, пойду в пещеры, надену на тело жесткую влысиницу, День и ночь буду молиться Богу, Не только с коронного. Не возьму рыбы в рот, Не постелю одежды, когда стану спать. И все буду молиться, все молиться. И когда не снимет с меня милосердие Божие, Хотя сотой доли грехов, Закопаюсь по шею в землю Или замолуюсь в каменную стену, Не возьму ни пищи, ни питья и умру. А все добро свое отдам чернецам, Чтобы сорок дней и сорок ночей Правили по мне панихиду. Задумалась Катерина. Хотя я отопру, Но мне не расковать твоих цепей. Я не боюсь цепей, Говорил он. Ты говоришь, Они заковали мои руки и ноги. Нет. Я напустил ему глаза туман И вместо руки протянул сухое дерево. Вот я. Гряди. На мне нет теперь ни одной цепи, Сказал он, выходя на середину. Я бы и стен этих не побоялся И прошел бы сквозь них. Но муж твой не знает, Какие это стены. Их строил святой схимник. И никакая нечистая сила Не может отсюда вывезть колодника, Не отомкнув тем самым ключом, Которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью Вырою и я себе, Неслыханный грешник, Когда выйду на волю. Слушай, Я выпущу тебя. Но если ты меня обманываешь, Сказала Катерина, Остановившись перед дверью, И вместо того, Чтобы покаяться, Станешь опять братом черту. Нет, Катерина, Мне недолго остается жить уже. Близок и без сказли мой конец. Неужели ты думаешь, Что я предам сам себя На вечную муку? Замки загремели. Прощай. Храни тебя, Бог, Милосердый дитя мое, Сказал колдун, Поцеловав ее. Не прикасайся ко мне, Неслыханный грешник, Уходи скорее, Говорила Катерина, Но его уже не было. Я выпустила его, Сказала она, Испугавшись, Идика осматривая стены. Что я стану теперь Отвечать мужу? Я пропала. Мне живой, Теперь остается Зарыться в могилу. Изрыдав, Почти упала она На пень, На котором сидел колодник. Но я спасла душу, Сказала она тихо. Я сделала Богоугодное дело. Но муж мой, Я в первый раз Обманула его. О, как страшно! Как трудно будет Перед ним Говорить неправду. Кто-то идет. Это он! Муж! Вскрипнула она Отчаянно И без чувств Уступала на землю. Это я, моя родная дочь, Это я, мое серденько, Услышала Катерина Очнувшись И увидела перед собой Старую прислужницу. Баба, наклонившись, Сказала что-то, Шептала И, протянув над ней Иссохшую руку свою, Опрыскивала ее Холодной водою. Где я? Говорила Катерина, Поднимаясь и обглядываясь. Передо мной Шумит Днепр. За мной лгоры. Куда завела меня Ты, баба? Я тебя не завела, А вывела. Вынесла на руках Моих из душного подвала. Замкнула ключиком, Чтобы тебе не досталось, Чего от пана Данила. А где же ключ? Сказала Катерина, Поглядывая на свой пояс. Я его не вижу. Его отвязал муж твой, Поглядеть на колдуна, Дитя мое. Поглядеть? Баба, я пропала, Вскрикнула Катерина. Пусть бог милует нас От этого дитя мое. Молчи только, Поняночка, Никто ничего не узнает. Он убежал, Проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? Он убежал, Сказал пан Данила, Приступая к жене своей. Отчиме дали огонь. Сабля звеня тряслась При боку его. Помертвела жена. Я выпустил кто-нибудь, Мой любый муж, Проговорила она дрожа. Выпустил, правда, твоя, Но выпустил черт. Погляди, Вместо него бревно Заковано в железо. Сделал же бог так, Что черт не боится Казачьих лап, Если бы только думу Об этом держал в голове Хоть один из моих казаков, И я бы узнал, Я бы и казни ему не нашел. А если бы я, Невольно вымолвила Катерина, Испугавшись, остановилась, Если бы ты вздумала, Тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок, И утопил бы на самой середине Днепра. Дух занялся у Катерины, И ей чудилось, Что волоса стали отделяться На голове ее. На пограничной дороге В Корчме Собрались ляхи И пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись верно на какой-нибудь наезд. У иных и мушкеты есть, Чокают шпоры, Блекают сабли, Они веселятся и хвастают, Говорят про небывалые дела свои, Насмехаются над православием, Зовут народ украинский Своими холопьями, И важно крутят усы, И важно задравши головы Разваливаются на лавках. С ними и ксенц вместе. Только и ксенц у них На их же стать, И с виду даже не похож на Христианского попа. Пьет и гуляет с ними, И говорит нечестивым языком Своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челить. Позакидали назад рукава Оборванных жупанов своих, И ходят козырем, Как будто бы что путное. Играют в карты, Бьют картами один другого по носам, Набрали с собой чужих жен, Крик, драка. Паны беснуются, Отпускают штуки, Хватают за бороду жида, Молюют ему на нечестивом лбу крест, Стреляют в баб колостными зарядами, И танцуют краковяк С нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна На русской земле я, татар. Видно уже ей Бог определил за грехи Терпеть такое посрамление. Слышно между Общим Содомом, Что говорят про заднепровский хутор Пана Данила, Про красавицу жену его. Не на доброе дело Собралась эта шайка. Сидит пан Данила за столом Своей светлице, подпершись локтем, И думает. Сидит на лежанке пани Катерина И поет песню. Что-то грустно мне, жена моя, Сказал пан Данила, И голова болит у меня, И сердце болит. Как-то тяжело мне. Видно, где-то недалеко Уже ходит смерть моя. О, мой ненаглядный муж, Принитни-ка мне головой своею. Зачем ты приволубливаешь к себе Такие черные думы, Подумала Катерина, Да не посмела сказать. Гойко ей было повинной голове Принимать мужние ласки. Слушай, жена моя, Сказал Данила, Не оставляй сына, Когда меня не будет. Не будет тебе от Бога счастья, Если ты кинешь его Ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить Моим костям сырой земле, А еще тяжелее Будет душе моей. Шо говоришь ты, муж мой? Не ты ли издевался Над нами слабыми женами? А теперь сам говоришь, Как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить. Нет, Катерина, Чует душа близкую смерть. Шо-то грустно становится На свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы, Им верно не воротиться. Он был еще жив В честь и слава Нашего бойска, Старый Коношевич. Как будто перед очами Моими проходят теперь Казацкие полки. Это было золотое время, Катерина. Старый гейтман Сидел на вороном коне. Блестела в руке булава, Вокруг сердюки, По сторонам шевелилось Красное море запорожцев. Стал говорить гейтман, И все стало как вкопанное. Заплакал старичина, Как зачал вспоминать нам Прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, Как резались мы тогда С турками. На голове моей Видены до ныне рубец. Четыре пули пролетело В четырех местах сквозь меня, И ни одна из ран Не зажила совсем. Сколько мы тогда Набрали золота? Другие каменья Шапками черпали казаки. Каких коней, Катерина, Если б ты знала? Каких коней Мы тогда угнали? Ох, не воевать уже мне так. Кажется, и не старый, Телом бодр, А меч казацкий Вываливается из рук. Живу без дела И сам не знаю, Для чего живу. Порядку нет в Украине. Полковники и ясаулы Рызутся, как собаки Между собою. Нет старшей головы Над всеми. Шляхетство наше Все переменило На польский обычай, Переняло лукавство, Продало душу, Принявши унию. Жидовство угнетает Бедный народ. Ох, время, время. Минувшее время, Куда подевались Волита мои. Ступай, малый, в подвал. Принеси мне кухоль меду. Выпью за прежнюю долю И за давние годы. Чем будем принимать гостей, С луговой стороны идут ляхи, Сказал, вошедший в хату Стыцко. Знаю, зачем они идут, Вымолвил Данила, Подымаясь с места. Сядлайте, мои верные Слуги коней. Надевайте сбрую. Сабли на голову. Не забудьте набрать Свинцового толокна. Счастью нужно Встретить гостей. Но еще не успели Казаки сесть на коней И зарядить мушкеты, А уже ляхи, Будто упавшую осенью С дерева на землю лист, Усеяли собою гору. Эх, да тут есть С кем переведаться, Сказал Данила, Поглядывая на толстых панов, Важно качавшихся Впереди на конях В золотой сбруе. Видно, еще раз доведется Нам погулять на славу. Натешься же Казацкая душа В последний раз. Гуляйте, хлопцы! Пришел наш праздник! И пошла по горам потеха И запировал пир Гуляют мечи, Летают пули, Ржут и топочут кони. От крику безумеет голова, От дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но казак чует, Где друг, где недруг, Прошумит ли пуля, Валится ли костедок сгоня, Свистнет сабля, Катится по земле Голова, вормоча языком Несвязные речи. Но видел в толпе Красный верх Казацкой шапки Пана Данила, Мечется в глаза Золотой пояс На синем жупане, Вихрем бьется Гриба вороного коня. Как птица Мелькает он там и там, Покрикивает и машет Дамасской саблей И рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! Гуляй, козак! Теш молодецкое сердце! Но не заглядывайся На золотые сбруи жопаны, Топчи под ноги Золотые каменья! Кори, козак! Гуляй, козак! Поглянись назад, Нечестивые ляки Зажигают уже хат И угоняют напуганный скот. И как дихрь Поворотил Пан Данила назад, И шапка с красным верхом Мелькает уже возле хат И редеет вокруг его толпа. Не час, не другой Бьются ляки и казаки. Немного становится Тех и других. Но не устает Пан Данила, Сбивает седла Длинным копьем своим, Топчет лихим Конем пеших. Уже очищается двор, Уже начали разбегаться ляки, Уже обдирают козаки С убитых золотые жопаны И богатую сбрую. Уже Пан Данила Сбирается в погоню И взглянул, Чтобы созвать своих. И весь закипел От ярости Ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе И целит на него Мушкет. Данила погнал Коня прямо к нему. Козак, На гибель идешь. Мушкет гремит, И колдун пропал За горожью. Только верный стыцко Видел, как мелькнула Красная одежда И чудная шапка. Зашатался козак И свалился на землю. Кинулся верный стыцко К своему пану. Лежит пан его, Протянувшись на земле И закрывший ясные очи. Алая кровь Закипела на груди. Но, видно, Почуял верного Слугу своего. О, тихо Приподнял Вики, Блеснул очами. Прощай, стыцко. Скажи, Катерине, Что бы не покидала сына. Не покидайте и вы его, Мои верные слуи. И затих. Вылетела казацкая душа Из дворянского тела. Посинели уста. Спит казак непробудно. Зарыдал верный слуга И машет рукой Катерине. Ступай, пани, ступай. Подгулял твой пан. Лежит он пьянеханек На сырой земле. Долго не протрезвиться ему. Сплеснула руками Катерина И повалилась, как сноб На мертвое тело. Муж мой, Ты ли лежишь тут, Закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол. Протяни ручку свою, Приподнись. Погляди хоть раз На твою Катерину. Пошевели устами, Вымолви хоть одно словечко. Но ты молчишь, Ты молчишь, мой ясный пан. Ты посинел, как черное море. Сердце твое не бьется. Отчего ты такой холодный, мой пан? Видно, не горючие мои слезы. Не вмочим согреть тебя. Видно, не громок, плач мой, Не разбудить им тебя. Кто ж поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном конике, Громко загулкает И замашет саблей перед казаками? Козаки, где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, Закрывший очи на сырой земле. Покороните. Покороните же меня. Покороните вместе с ним. Засыпьте мне очи землею. Надавите мне кленовые доски на белые груди. Мне не нужна больше красота моя. Плачет и убивается Катерина, А даль вся покрывается пылью. Скачет старый Саул-горобец на помощь. Скачет старый Саул-горобец на помощь. Чуден Днепр при тихой погоде, Когда вольный плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелахнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, Идет или не идет его величавая ширина. И чудится, будто весь вылет он из стекла. И будто голубая зеркальная дорога Без меры в ширину, Без конца в длину, Реет и вьется по зеленому миру. Любы тогда и жаркому солнцу Глядятся с вышины И погрузить лучи в холод стеклянных вод, И прибрежным лесам ярко осветиться в водах Зеленокулдрые. Они толпятся вместе с полевыми цветами к водам, И, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, И не налюбуются светлым своим зраком, И усмехаются к нему, И приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра Они не смеют глянуть. Никто, кроме солнца и голубого неба, Не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный, ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и притеплые летние ночи, Когда все засыпает, И человек, и зверь, и птица. А Бог один Величаво озирает небо и землю, И величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды, Звезды горят и светят над миром, И все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него, Разве погаснет на небе? Черный лес, унизанный спящими воронами, И древле разломанные горы, Свеся ссилится закрыть его, Хотя длинную тенью своею. Напрасно. Нет ничего в мире, Что бы могло прикрыть Днепр. Синий-синий ходит он плавным разливом, И середночек, а в середня, И виден за столько вдаль, За сколько видеть может Человечье око. Нежесть, и прижимаясь ближе к берегам От ночного холода, Дает он по себе серебряную струю, И она вспыхивает, Будто полоса дамасской сабли, А он, синий, Снова заснул. Чуден и тогда Днепр, И нет реки, Равной ему в мире. Когда же пойдут горами По небу синие тучи, Черный лес шатается до корня, Дубы трещат, И молнии, изламываясь между туч, Разом осветит целый мир. Страшен тогда Днепр, Водяные холмы гремят, Ударяясь о горы, И с блеском и стоном Отбегают назад, И плачут, И заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, Выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, Едет он на вороном коне, Подбочерившись и молодецки Заломив шапку. А она, рдая, бежит за ним, Хватает его за стремя, Ловит у дела и ломает над ним руки, И заливается горючими слезами. Дико чернеют промеж ратующими волнами Обгорелые пни и камни На выдавшемся берегу. И бьется об берег, Подымаясь вверх и опускаясь вниз, Пристающая лодка. Кто из казаков Осмелился гулять в челне В то время, Когда рассердился старый Днепр? Видно ему неведомо, Что он глотает, Как мух людей. Лодка причалила, И вышел из нее колдун. Не весел он. Ему горька тризна, Которую свершили казаки Над убитым своим паном. Немало поплатили сляхи. Сорок четыре пана Со всею сбруей и жупанами, До тридцать три холопа Изрублены в куски, А остальную вместе с конями Угнали в плен продать татарам. По каменным ступеням спустился он Между обгорелыми пнями вниз, Где глубоко в земле Вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, Не скрытнувши дверью, Поставил на стол, Закрытый скатертью, Горшок, И стал бросать длинными руками Своими какие-то неведомые травы. Взял кухоль, Выделанную из какого-то чудного дерева, Почерпнул им воды, И стал лить, шевеля губами, И творя какие-то заклинания. Оказался розовый свет светлится, И страшно было глядеть Тогда ему в лицо. Оно казалось кровавым, Глубокие морщины Только чернели на нем, А глаза были как в огне. Нечестивый грешник! Уже и борода давно посидела, И лицо изрыто морщинами, И высох весь, А все еще творит Богопротивный умысел. Посреди хаты Стало веять белое облако, И что-то похожее на радость Сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг Стало недвижим, Сразинутым ртом, Не смея пошевелиться, И отчего волосы щетину И поднялись на его голове. В облаке перед ним Светилось чье-то чудное лицо, Не прошенное, не званое, Явилось оно к нему в гости, Чем далее выяснивалось больше И вперело неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы Все незнакомые ему. Никогда во всю жизнь свою Он его не видывал, И страшного, кажется, в нем мало, А непреодолимый ужас Напал на него. А незнакомая дивная голова Сквозь облако Так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало, А неведомые черты Еще резче выказывались, И острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел, как полотно, Диким, не своим голосом скрикнул, А прокинул горшок. Все пропало. — Спокой себя, моя любая сестра, — Говорил старый Исаул Горобец. — Сны редко говорят правду. — Прилях, сестрица, — говорила Молодая его невестка. Я позову старуху в рожью. Против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе. — Ничего, не бейся, — Говорил сынов, ухватаясь за саблю. — Никто тебя не обидит. Пасмурно, Мутными глазами глядела на всех Катерина И не находила речи. Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его. Наконец она сказала, — Мне нет от него покоя. Вот уже десять дней я у вас в Киеве, А горе ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына. Страшен, страшен, — привиделся он мне во сне. Боже, сохрани и вам увидеть его. Сердце мое до сих пор бьется. Я зарублю твое дитя Катерина, — Кричал он, — если не выйдешь за меня замуж. Из рыда вкинулась она к колыбели, А испуганное дитя протягивало ручонки и кричало. Кипел и сверкал сын Ясаула от гнева, Слыша такие речи. Расходился и сам Ясаул гробец. Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда. Отведает, бывает ли, сила в руках старого казака. — Бог видит, — говорил он, подымая к верху прозорливые очи. — Не летел ли я подать руку брату Данилу? — Его святая воля! Застыл уже на холодной постели, На которой много-много улеглось казацкого народу. Зато разве не пышна была тризна по нем? Выпустили ли хоть одного ляха живого? — Успокойся же, мое дитя! Никто не посмеет тебя обидеть! Разве ни меня не будет, ни моего сына! Кончив слова свои, старый Ясаул пришел к колыбели, И дитя, увидевши, висевшую на ремне у него в серебряной оправе, Красную люльку и гаман с блестящим огнивом, Протянула к ним ручонки и засмеялась. — Под суп пойдет, — сказал старый Ясаул, Снимая с себя люльку и отдавая ему. Еще от колыбели не отстал, А уже думает курить люльку. Тихо вздохнула Екатерина И стала качать колыбель. Заговорились про весь ночь вместе, И, мало погодя, уснули все. Уснула Екатерина. На дворе и в хате все было тихо. Не спали только казаки, стоявшие настороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, И за нее проснулись все. — Он убит! — Он заразан! — кричала она и тянулась к колыбели. Все обступили колыбель И окаменели от страха, Увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, Не зная, что думать о неслыханном злодействе. Субтитры подогнали Симон. Далеко от украинского края, проехавши Польшу, Минуя многолюдный город Ленберг, Идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, Перекидывают они вправо и влево землю И обковывают ее каменную толщи, Чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахи и в Седьмиградскую область, И громадою стали в виде подковы Между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их, А на вершину иных не заходила и нога человека. Чуден и битых. Незадорное ли море выбежало в буре из широких берегов, Скинуло вихрем безобразные волны, И они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи И загромоздили собою землю, Ибо и на них такой же серый цвет, А белая верхушка блестит и искрится при солнце. Ища до Карпатских гор, Услышишь русскую молвь, И за горами еще кое-где отзовется, Как будто родное слово, А там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский, Ездит на конях, рубится и пьет нехоже казака, А законную сбрую и дорогие кафтаны Не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольные велики есть между горами озера, Как стекло недвижимы они, И как зеркало отдают в себе голые вершины гор И зеленые их подошвы. Но кто середи ночи, блещут или не блещут звезды, Едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом Скачет под горами, над озерами, Отсвечивается с исполинским конем В недвижных водах, И бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут теканные латы, На плече пика, Гремит приседля сабля, Шелом надвинут, Усы чернеют, Очи закрыты, Ресницы опущены. Он спит, И сонный держит повода, И за ним сидит на том же коне, Младенец паш, И так же спит, И сонный держится за богатыря. Кто он? Куда? Зачем едет? Кто его знает? Ни день, ни два уже он переезжает горы. Блеснет день, Взойдет солнце, Его не видно. Изредка только замечали горцы, Что по горам мелькает чья-то длинная тень, А небо ясно, И тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, Снова он виден и отдается в озерах, И за ним дрожа скачет тень его. Уже проехал много он гор И взъехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом, Как царь подымается она над другими. Тут остановился коневсадник, И еще глубже погрузился в сон, И тучи спустясь закрыли его. Тише, баба, Не стучи так, Дитя мое заснуло. Долго, кричал сын мой, Теперь спит. Я пойду в лес, баба. Да шо ж ты так глядишь на меня? Ты страшна, а? У тебя из глаз вытягиваются железные клещи. Ох, какие длинные! И горять как огонь. Ты верно ведьма. О, если ты ведьма, То пропади отсюда. Ты украдешь моего сына. Какой бестолку этот Есаул. Он думает, мне весело жить в Киеве. Нет, здесь и муж, мой сын. Кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, Что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою? Это совсем не трудно. Нужно танцевать только. Веди, как я танцую. И проговорив такие несвязные речи, Уже не сладь Катерина, Безумно поглядывая на все стороны И упираясь руками в баки. Свизгом притопывала она ногами. Без меры, без такта Звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы Метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, Летела она, размахивая руками И кивая головою. И казалось, будто обессилев Или грянется на зим, Или вылетит из мира. Печально стояла старая няня, И слезами налились ее глубокие морщины. Тяжкий камень лежал на сердце У верных хлопцев, Глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она И лениво топала ногами на одном месте, Думая, что танцует горлицу. — А у меня маниста есть в парубке, — Сказала она, наконец остановившись. — А у вас нет? — Где муж мой? — скричала она, вдруг выхватив Из-за пояса турецкий кинжал. — О, это не такой нож, какой нужно. При этом слезы и тоска Показались у ней на лице. — У отца моего далеко сердце. Он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма На петельном огне. — Шо ж не идет, отец мой? Разве он не знает, Шо пора заколоть его? — Видно, он хочет, чтоб я сама пришла. И, не докончив, чудно засмеялась. Мне пришла на ум забавная история. Я вспомнила, как погребали моего мужа. Иди оживо погребли. Какой смех забирал меня. Слушайте, слушайте. И вместо слов начала она петь песню. Бежит в узок кривавенький, Утім, в узку козак лежит, Постреляний, порубаний. В правой ручке дротик держит. За того дрот у кривця бежить, Песни выше в кенец. Плачь, мать, не печалься. Твой сын женился, Взял жену панночку, В чистом поле земляночку, Без дверей, без окон. И вот всей песне конец. Танцевала рыба с раком. А кто меня не полюбит, Пусть трясет лихорадкой его мать. Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате. И не хочет слышать о Киеве. И не молится, и бежит от людей. И с утра до позднего вечера Бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плечи. Ветер треплет расплетенные косы. Давние листья шумят под ногами ее. Ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, Еще не являются звезды, не горит месяц. А уже страшно ходить в лесу. По деревьям царапаются и хватаются за сучьи Некрещенные дети. Рыдают, хохочут, катятся к лугу. По дорогам и в широкой крапиве. Из непровских волн выбегают вереницами Погубившие свои души девы. Волосы льются с зеленой головой на плечи. Вода озвучно журча бежит с длинных волос на землю. И дева светится сквозь воду, Как будто бы сквозь стеклянную рубашку. Уста чудно усмехаются. Щеки пылают. Очи выманивают душу. Она сгорела бы от любви. Она зацеловала бы. Беги, крещеный человек. Уста ее лед. Постель холодная вода. Она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого. Не боится безумная русалок. Бегает поздно с ножом своим. И ищет отца. С ранним утром приехал какой-то гость, Статный собою в красном жупане, И осведомляется о пане Данииле. Слышит все, Утирает рукавом заплаканные очи И пожимает плечами. Он, где воевал вместе с покойным брульбашем, Вместе рубились они с крымцами и турками. Ждал ли он, чтобы такой конец был пан Данила? Рассказывает еще гость о многом другом И хочет видеть пани Катерину. Катерина сначала не слушала ничего, Что говорил гость. Напоследок стало как разумное Вслушиваться в его речи. Он повел про то, Как они жили вместе с Данилом, Будто брат с братом. Как укрылись раз под греблей от крымцев. Катерина все слушала И не спускалась с него очи. Она отойдет, Думали хлопцы, глядя на нее. Этот гость вылечит ее. Она уже слушает, как разумная. Гость начал рассказывать между тем, Как пан Данила в час откровенной беседы И сказал ему, Гляди, брат Капрян, Когда волею Божией не будет меня на свете. Возьми к себе жену, И пусть будет она твоею женою. Страшно вонзила в него От Екатерина. «Ах!» — скрикнула она. «Это он!» «Это отец!» И кинулась на него с ножом. Долго боролся тот, Стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, Замахнулся И совершилось страшное дело. Отец Убил безумную дочь свою. Изумевшиеся казаки Кинулись было на него. Но колдун уже успел Вскочить на коня И пропал из виду. За Киевом показалось Неслыханное чудо. Все паны и едьманы Собирались дивиться Сему чуду. Вдруг Стало, видимо, Далеко во все концы света. Вдали засинел лиман. За лиманом Разливалось Черное море. Бывалые люди Узнали И Крым Горою Подымавшийся Из моря И болотный Сиваж. По левую руку Видна была Земля Галечская. А то, Что такое Допрашивал Собравшийся Народ Старых людей Указывая На далеко Мерещившиеся На небе И больше похожие На облака Серые Белые Вельхи. То Карпатские Горы Говорили Старые Люди Меж Ними Есть Такие С Которых Век Не Сходит Снег А Тучи Пристают И Ночуют Там. Тут Показалась Новая Дива Облака Слетели С самой Высокой Горы И На вершине Ее Показался Во всей Рыцарской Сбруе Человек На Коне С закрытыми Очами И Так Виден Как Бы Стоял Вблизи Тут Между Дивившимся Со страхом Народом Один Вскочил На коня И Дико Озираясь По сторонам Как будто Ища Очами Не гонится Ликто За ним Торопливо Во всю Мочь Погнал Коня Своего То Был Колдун Чего Же Так Перепугался Он Со Страхом Вглядевшись Чудного Рыцаря Узнал Он На нем То же Самое Лицо Которое Незваное Показалось Ему Когда Он Выражил Сам Не Мог Он Разуметь Отчего В нем Все Смутилось При таком Виде И Робко Озираясь Мчался Он На Коне Пока Весь Не Застигнул Его Вечер И Не Проглянули Звезды Тут Поворотил Он Домой Может Быть Допросить Нечистую Силу Что Значит Такое Диво Уже Он Хотел Перескочить С конем Через Узкую Реку Выступившую Рукавом Среди Дороги Как Вдруг Конь На Всем Скаку Остановился Заворотил К нему Морду И Чудо Засмеялся Белые Зубы Страшно Блеснули Двумя Рядами Во мраке Дыбом Поднялись Волоса На голове Колдуна Дико Закричал Он И заплакал Как Иступленный И Погнал Коня Прямо Киеву Ему Чудилось Что Все Со Вся Сторон Бежало Ловить Его Деревья Обступивши Темным Лесом И Как Будто Живые Кивая Черными Бородами И Вытягивая Длинные Ветви Силились Задушить Его Звезды Казалось Бежали Впереди Перед Ним Указывая Всем На Грешника Сама Дорога Чудилась Мчалась По Следам Его Отчаянный Колдун Летел В Киев К Святым Местам Одиноко Сидел В своей Пещере Перед Лампадой Схимник И Не Сводил О честь Святой Книги Уже Много Лет Как Он Затворился В Своей Пещере Уже Сделал Себе И Дощат И Грог В Который Ложился Спать Вместо Постели Закрыл Святой Старик Свою Книгу И Стал Молиться Вдруг Вбежал Человек Чудного Страшного Вида Изумился Святой Схимник В первый Раз И Отступил Увидев Такого Человека Весь Дрожал Он Как Осиновый Лист Очи Дико Косились Страшный Огонь Пугливо Сыпался Из Очей Дрожь Наводила На душу Уродливое Его Лицо Отец Молись Молись Закричала Молись О погибшей Душе И Грянул На землю Святой Схимник Перекрестился Достал Книгу Развернул И В ужасе Отступил Назад И Выронил Книгу Нет Неслыханный Грешник Нет Тебя Помилования Беги Отсюда Не могу Молиться Тебе Нет Закричал Как Безумный Грешник Гляди Святые Буквы В книге Налились Кровью Еще Никогда В мире Не бывало Такого Грешника Отец Ты Смеешься Надо Мною Иди Окаянный Грешник Не Смеюсь Я Над Тобою Боязнь Обладевает Мною Недобро Будь Человеку С тобою Вместе Нет Нет Ты Смеешься Не Говори Я Вижу Как Раздвинулся Рот Твой Вот Белеют Рядами Твои Старые Зубы И Как Бешеный Кинулся Он И Убил Святого Скинника Что-то Тяжко Застонало И Стон Перенесся Через Поле И лес Из-за Леса Поднялись Тощие Сухие Руки С длинными Когтями Затряслись И Пропали И Уже Не страха Ничего Не чувствовал Он Все Чудится Ему Как-то Смутно В ушах Шумит В голове Шумит Как будто От хмеля И Все Что Не Есть Перед Глазами Покрывается Как бы Паутиную Скочивший На коня Поехал Он Прямо В Канев Думая Оттуда Через Черкасс Направить Путь К Татарам Прямо В Крым Сам Не Знает Для Чего Едет Он Уже День Другой А Канева Все Нет Дорога Та Самая Пора Абы Ему Уже Давно Показаться Но Канева Не Видно Вдали Блеснули Верхушки Церквей Но Это Не Канев А Шумск Изумился Колдун Видя Что Он Заехал Совсем В Другую Сторон Погнал Коня Назад К Киеву И Через День Показался Город Но Не Киев А Галич Город Еще Далее От Киеву Чем Шумск И Назад Но Чувствует Снова Что Едет В Противную Сторон И Все Вперед Не Мог Бы Ни Один Человек Свет Рассказать Что Было На Душе У Колдуна А Если Б Он Заглянул И Увидел Что Там Делось То Уже Не Досыпал Б Он Ночей И Не Засмеялся Б Ни Разу То Была Ни Злость Ни Страх И Было Его Назвать Его Жгло Пекло Ему Хотелось Бы Весь Свет Вытоптать Конем Своим Взять Всю Землю От Киева До Галича С Людьми Совсем И Затопить Ее В Черном Море Но Не От Злобы Хотелось Ему Это Сделать Нет Сам Он Не Знал От Чего Весь Вздрогнул Он Когда Уже Показались Близко Перед Ним Карпатские Горы И Высокий Криван Накрывший Своё Теме Будто Шапкой Серую Туч А Конь Всё Нёсся И Уже Рыскал По Горам Тучи Разом Очистились И Перед Ним Показался В страшном Величии Всадник Он Силится Остановиться Крепко Натягивает Удела Дико Ржал Конь Подымая Гриву И Мчался К Рыцарю Тут Чудится колдуну, что всё в нём замерло Что недвижно Что недвижный всадник Шевелится Ему Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него И ходил И ходил И ходил внутри его И бил молотами по сердцу По жилам Так страшно отдался в нём этот смех Ухватил всадник страшную рукой колдуна И поднял его на воздух Вмиг умер колдун И открыл после смерти очи Но уже был мертвец И глядел, как мертвец Так страшно Не глядит ни живой, ни воскресший Ворочал он по сторонам мёртвыми глазами И увидел поднявшихся мертвецов от Киева И от земли галючской И от Карпата Как две капли воды, схожих лицом на него Бледны, бледны Один другого выше Один другого костисти И стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу Ещё раз засмеялся рыцарь И кинул её в пропасть И все мертвецы вскочили в пропасть Подхватили мертвеца И вонзили в него свои зубы Ещё один, всех выше, всех страшнее Хотел подняться из земли Но не мог Не в силах был этого сделать Так велик вырос он в земле А если бы поднялся То опрокинул бы И Карпат И Седьмиградскую И Турецкую землю Немного только подвинулся он И пошло от того трясение по всей земле И много поопрокидывалось везде хат И много задавило народу Слышится часто по Карпату свист Как будто тысячи мельниц шумит колёсами на воде То в безвыходной пропасти Которой не видал ещё ни один человек Страшащийся проходить мимо Мертвецы грызут мертвеца Нередко бывало по всему миру Что земля тряслась от одного конца до другого То от того делается Толкуют грамотные люди Что есть где-то близ моря гора Из которой выхватывается пламя И текут горящие реки Но старики, которые живут и в Венгрии И в Галичской земле Лучше знают это И говорят Что то хочет подняться Выросший в земле Великий-великий мертвец И трясёт землю В городе Глухове Собрался народ около старца-гундуриста И уже сейчас слушал Как слепец играл до бандури Ещё таких чудных песен И так хорошо не пел ни один вандурист Сперва повёл он Про прежнюю гетьманщину За Сагайдачного и Хмельницкого Тогда иное было время Казачество было в славе Топтало конями неприятелей И никто не смел посмеяться над ним Пел весёлые песни старец И повоживал своими очами На народ как будто зрящий А пальцы с приделанными к ним костями Летали как муха по струнам И, казалось, струны сами играли А кругом народ Старые люди понурив головы А молодые, подняв очи на старца Не смели шептать между собою Постойте, сказал старец Я вам запою про одно давнее дело Народ сдвинулся ещё теснее И слепет запел За пана Степана, князя Седьмиградского Был князь Седьмиградский королём И у ляхов жило два казака Иван да Петро Жили они так, как брат с братом Гляди, Иван, всё, что не добудешь Всё пополам Когда кому веселье, веселье и другому Когда кому горе, горе обоим Когда кому добыча, пополам добычу Когда кто в полом попадёт Другой продай всё и дай выкуп А не то сам ступай в полом И правда, всё, что не доставали казаки Всё делили пополам Угоняли ли чужой скот или коней Всё делили пополам Воевал король Степан с Турчином Уже три недели воюет он с Турчином А всё не может его выгнать А у Турчина был паша такой Что сам с десятью янычарами Мог порубить целый полк Вот объявил король Степан Что если сыщется смельчак И приведёт к нему того пашу Живого или мёртвого Даст ему одному Столько жалованье Сколько даёт на всё войско Пойдём, брат, ловить пашу Сказал брат Иван Петру И поехали казаки Один в одну сторону Другой, другую Поймал ли бы ещё или не поймал Петро А уже Иван ведёт пашу Арканом за шею К самому королю Бравый молодец Сказал король Степан И приказал выдать ему Одному такое жалование Какое получает всё войско И приказал отвезть ему Земли там Где он задумает себе И дать скота Сколько пожелает Как получил Иван Жалование от короля В тот же день Разделил всё поровно Между собою и Петром Взял Петро Половину королевского жалования Но не мог вынести С того, что Иван Получил такую честь От короля И затаил Глубоко на душе Месть Ехали оба рыцари Нажалованную королём Землю Закарпат Посадил Казак Иван С собою На коня Своего сына Привязав его К себе Уже наступили Сумерки Они все едут Младенец Заснул Стал дремать И сам Иван Не дремли Казак По горам Дороги Опасные Но у казака Такой конь Что сам Везде знает Дорогу Не спотыкнётся И не оступится Есть Между горами Провал В провале Дна Никто не видал Сколько От земли До неба Столько До дна Того провала О над самым Провалом Дорога Два Человека Ещё Могут Проехать А трое Ни за что Стал Бережно Ступать Конь С дремавшим Казаком Рядом Ехал Петро Весь Дрожал И Притаил Дух От радости Оглянулся И Толкнул Названого Брата В провал И Конь С казаком И Младенцем Полетел В провал Ухватился Однако ж Казак Засук И Один Только Конь Полетел На дно Стал Он Карабкаться С сыном За плечами В берег Немного Уже Не добрался Поднял Глаза И Увидел Что Петро Наставил Пику Чтобы Столкнуть Его Назад Боже Ты Мой Праведный Лучше Мне Не Подымать Глаз Чем Видеть Как Родной Брат Наставляет Пику Столкнуть Меня Назад Брат Мой Милый Коли Меня Пикой Когда Уже Мне Так Написано На роду Но Возьми Сына Чем Безвинный Младенец Виноват Чтобы Ему Пропасть Такую Лютую Смертью Засмеялся Петро И Толкнул Его Пикой И Казак С Младенцем Полетел На Дно Забрал Себе Петро Все Добро И Стал Жить Как Паша Табунов Ни У Кого Таких Не Было Как У Петра Овец И Баранов Нигде Столько Не Было И Умер Петро Как Умер Петро Призвал Бог Души Обоих Братьев Петра И Ивана На Суд Великий Есть Грешник Сей Человек Сказал Бог И Ваня Не Выберу Я Ему Скоро Казни Выбери Ты Сам Ему Казнь Долго Думал Иван Вымышляя Казнь И Наконец Сказал Великую Обиду Нанес Мне Сей Человек Предал Своего Брата Как Иуда И Лишил Меня Честного Моего Рода И Потомства На Земле А Человек Без Честного Рода И Потомства Что Хлебное Семя Кинутое В Землю И Пропавшее Даром Земле Сходу Нет Никто Не Узнает Что Кинуто Было Семя Сделай Жи Боже Так Чтобы Все Потомство Его Не Имело На Земле Счастья Чтобы Последний Вроде Был Так Такой Злодей Какого Ищи Не Бывало На Свете И От Каждого Его Злодейства Чтобы Деды И Прадеды Его Не Нашли Бы Покоя В Гробах И Терпя Муку Неведомую На Свете Подымались Бы Измаил А Иуда Петр Чтобы Не В силах Был Подняться И От Того Терпел Бы Муку Еще Горш И Ел Бы Как Бешеный Землю И Корчился Бы Под Землею И Когда Придет Час Меры В Злодействах Тому Человеку Подыми Меня Боже Из Того Провала На Коне На Самую Высокую Гору И Пусть Придет Он Ко Мне И Брошу Я Я Глядя На Его Муки А Юда Петро Шабы Не Мог Подняться Из Земли Шабы Рвался Грызти Себе Но Грыз Бы Самого Себя А Кости Его Росли Бы Чем Дальше Больше Шабы Через То Еще Сильнее Становилась Его Боль Та Мука Для Него Будет Самая Страшная Ибо Для Человека Нет Большей Муки Как Хотеть Отмстить И Не Мочь Отомстить Страшна Казнь Тобою Выдуманная Человече Сказал Бог Пусть Будет Все Так Как Ты Сказал Но И Ты Сиди Вечно Там На Коне Своем И Не Будет Тебе Царствия Небесного Пока Месть Ты Будешь Сидеть Там На Коне Своем И То Все Так Сбылось Как Было Сказано И Доныне Стоит На Карпате На Коне Дивный Рыцарь И Видит Как В Бездонном Провале Грызут Мертвецы Мертвеца И Чует Как Лежащий Под Землей Мертвец Растет Гложит В Страшных Муках Свои Кости И Страшно Трясет Всю Землю Уже Пепел Головы Раздумывая О Страшном Старину Случившемся Деле Свои Свои Страшно Свои Свои Страшно Свои Субтитры сделал DimaTorzok